Имея лояльную аудиторию за 17 лет, почему ты не задумался над тем, чтобы создавать свои треки? А я тебе говорил, да, что я заходил в создание музыки. Ну, пробовал в начале пути. Не только я в детстве, а пробовал все эти стандартные классические программы. FL Studio. Да-да-да-да-да. Fruity Loops там и так далее. Это все я делал. У меня есть где-то эти треки. Каражбенд. Да, я развлекался так. Где-то в глубине у меня есть эта амбиция. Но я не хочу потерять вот этот меломанский прикол. Люди, которые занимаются профессиональной музыкой или вообще вот заходят в создание звуков, в поиск аранжировок, в ноты, в то, как петь или что петь, они, к сожалению, глубокое мое убеждение, они теряют меломанский вкус. Кто такой меломан? Это человек, который в сущности музыку не понимает. Как она сделана? Его просто прикалывает все. Вот как... Ну, как вот... Звучание. Есть разница между тем архитектором, который сделал сооружение, или мной, который идет и думает, ни хера себе, вот это сделано, как? Ну, большая разница. Ну, конечно. Потому что архитектор знает, как там что прикручено, как это все расчерчено. И так, видишь, я уже говорю, как нуб полный, да, ничего не понимаю в архитектуре. Но зато я могу оценить красоту архитектуры. И передать ее. И передать. То есть я такое передаточное звено между создателем, который погружен в нюансы, разбирается, что там, где надо подкрутить, какой фильтр настроить, в каких тактах эту музыку создавать, какой должен быть ритм, битрейт и всякие другие вещи, и между тем, кто вообще ни хера не понимает про музыку, просто типа нравится или не нравится. Ну, ты же можешь найти своего саунд-продюсера, который услышит тебя, поймет твой вкус и поможет тебе в создании. Представь, если бы ты приехал в Минск на гастроли, и все знали бы твои треки, и ты их ставишь. Я думаю, что это другой вид удовольствия, я не спорю. Но Ищеславе, конечно, важно, это прикольно, никто не спорит. Признание других людей, это важная история для меня в том числе. Но это не является таким главным мотивом для меня сейчас. Меня может заинтересовать, если я прямо увлекусь предметом создания музыки, ведь это же прикольно, просто звуки сами рождать, вот как они сочетаются друг с другом. Это уже саунд-дизайн. Да, как это переходит в гармонию, почему те или иные гармонии цепляют, а другие нет, как это вообще работает. Но я убежден, что те ребята, которые глубоко погружаются в создание, они теряют меломанский вкус. Это другой мир. Это вообще все другое. Да, да. Так я вот и говорю, не проще ли найти своего саунд-продюсера, который тебя поймет, с которым ты можешь работать в стадии создания демо, а дальше сведение мастеринга. Говорить ему, как делать музыку? Нет, говорить, как ты ее ощущаешь, а он уже делает. Не думал над этим. Мне кажется, прикольная штука. Не думал над этим. Очень многие известные артисты именно так и делают. Возможно. Может быть, это действительно перспективно. Но по поводу вокала. Мне вот пишут, у тебя там классный голос, и у меня голосовые данные для речи хорошие. И я думаю, хочу петь, хочу попробовать. Я нанял себе тренера по вокалу и ходил к ней два раза в неделю. Я столкнулся с такой бездной, с такой настолько неуверенностью и отсутствием мастерства в этом, хотя я речью занимаюсь всю дорогу, да? Потому что это тоже другой мир. Это вообще другое. И я вдруг ощутил, насколько я теперь не могу слушать вокалы. Потому что я вдруг начинаю думать, ё-моё, так он хреново поет, тесситора не та, глотка не открыта, ну и все вот эти вот нюансы. Я начал терять ощущение прикольности музыки. Я начал искать, почему она плохая, а не почему она хорошая. И я общаюсь с диджеями, которые, например, диджеят и создают музыку. Они прокляты становятся. Они не могут слушать уже электронику. Им уже не там барабан, не там хай-хэт. Надо отдыхать. Да, не хочу это потерять. Я обожаю музыку, меня просто прёт до сих пор. Хотя, казалось бы, сколько можно слушать. Но вот сейчас вышли треки, новый альбом Джастина Тимберлейка. Я слушаю. Ну, меня прёт. Да, клёвая. Мне очень нравится. Как это сделано? Да хрен с ним, как говорится. Сделано и сделано. Просто прикольно. Я рассуждаю о музыке в большей степени как меломан. Просто профессиональный меломан. Потому что изо дня в день я слушаю по несколько часов в день музыку. Продолжаю. Продолжаю. Продолжаю.